Всем привет, друзья! С вами Несливатор и сегодня я вам расскажу, как установить онлайн-консультант для своего сайта, то есть чат, где ваши подписчики и пользователи вашего сайта могут с вами общаться, задавать вам вопросы. Такой сайт вам поможет быть ближе к подписчикам вашего сайта, своей аудитории и просто случайным гостям. И как минимум придаст какой-то солидности и серьезности для вашего сайта. Также это поможет вам увеличить онлайн-продажи, если у вас какой-то интернет-магазин, потому что пользователи любят быстро и без всяких заморочек общаться с создателем сайта. И следующий наш этап, это мы переходим на такой сайт, как JivaSite и регистрируемся. Вводим сюда свой e-mail, нажимаем кнопку зарегистрироваться и придумываем какой-нибудь пароль. Нажимаем кнопочку продолжить. Дальше здесь вводим ваше имя, ниже вводим адрес вашего сайта. Номер телефона по желанию можете вводить, а можете не вводить и нажимаем кнопочку продолжить. Нажимаем кнопочку скачать, в зависимости что у вас, на Windows, на Mac, на Android, на iPhone, я скачал на Windows, нажимаем далее. Для того, чтобы принимать обращение клиентов сайта, вам необходимо установить следующий код на каждую страницу вашего сайта перед закрывающейся тегом hair. Дальше мы с вами открываем то, что мы скачали и вводим сюда e-mail и пароль от сайта JivaSite, как мы регистрировались. Нажимаем войти. Здесь нажимаем подтвердить наш e-mail. Вам на почту придет код и сюда вводим наш код. Нажимаем готово. Наш аккаунт активирован. И вот здесь у нас будет написано, что через 14 дней закончится демо. Я написал в техподдержку, что у меня через 14 дней закончится демо и меня отключат, но мне сказали, что чат продолжит работать и в бесплатной версии, то есть в бесплатной версии она не ограничена. Просто в платной версии уже есть интеграция с CRM, автоматические действия, возможность скрыть наше лого, возможность просматривать данные посетители, IP, регион, UTM, возможно видеть историю посетителей, их историю посещения в реальном времени, возможность интеграции с Яндекс, ТРП и так далее. То есть этого функционала у нас не будет в бесплатной версии, но это не страшно, вы также сможете отвечать на вопросы и общаться со своей аудиторией. Дальше нажимаем такую кнопочку, как управление. Можете добавить свой другой какой-то канал, сайт. Вот наш сайт и вот здесь написано установить код на сайт. Нажимаем и выбираем, куда нам установить код. У нас движок WordPress, поэтому выбираем WordPress. Здесь можете почитать, как установить, но в принципе я сейчас вам все покажу. Спускаемся чуть ниже и нажимаем вот эту кнопочку, страницу плагинов, Marketplace, VP. И нажимаем скачать. Дальше переходим на нашу панель, на WordPress и нажимаем плагины, добавить новый. Загрузить плагин, выбираем файл. И вот наш файл, который мы скачали. JivaChat. Нажимаем установить. Дальше нажимаем активировать плагин. И вот наш плагин активирован. Также его можно удалить, посмотреть детали. И видим, что у нас здесь в настройках появился такой JivaChat. Колоночка такая, да? И дальше здесь вводим наш e-mail, который регистрировали на JivaSite, наш пароль. И как нас будут звать? Агент name будет онлайн консультант. И нажимаем кнопочку install. Здесь установить агент app. Открыть веб-версию, dApp. Ну, это уже там, сами посмотрите. Ну и вот переходим на наш сайт. И как видим, у нас появился. Напишите нам, мы онлайн. Открываем. И здесь пользователь может выбрать, что хочет. Вы можете мне помочь, мне нужна помощь. Здравствуйте. Например, нажимаем здравствуйте. Введите ваше имя. То есть вот у нас на сайте получился вот такой чат, где нам спокойно может человек написать. И чтобы ему что-то отправить, ему надо ввести ваше имя и ваш телефон, ваш e-mail. Но это иногда неудобно. Не каждый хочет указывать свой телефон, ваш e-mail. Достаточно одного имени. Поэтому мы переходим в настройку JivaSite. И здесь видим, что у нас есть здесь настройки. Опции. То есть здесь все интуитивно просто. Смотрите, да. Кнопки в чате. Можете какие-то отключить. А лучше их все оставить. Клиенту будет удобнее самому выбрать, что ему лучше вам. В первую очередь написать. Здравствуйте, мне нужна помощь. Вы можете мне помочь. Здесь уведомления, куда вы будете получать, настраивать свой e-mail. Или другой какой-то адр. Здесь установка. Также можете выбрать дизайн. Какого цвета вам хотите, чтобы выглядел ваш чат. Также можете настроить обратный звонок. То есть JivaSite мгновенно соединит посетителя сайта со свободным оператором по телефону. И в чате одновременно. Оператор увидит подробную информацию. Вот, то есть это уже сами по своему выбору смотрите. То есть тут пошаритесь, тут весь чат можно настроить. И также форма контакта. Вот, имя, e-mail, телефон. Я эти кнопочки отключаю, чтобы пользователю было удобно. Он просто ввел свое одно имя и сразу начал с нами общаться. В принципе, собственно, настраивать можете как хотите. Так это и работает. Вот, здравствуйте. Ваше имя, ваш телефон, ваш e-mail. Я в настройках поставил, что вводить не обязательно по желанию. Поэтому клиент может с нами общаться, не вводя свои данные. Видите, нам сразу приходит уведомление, что к нам кто-то написал. Мы быстро отвечаем чему-нибудь ему. Хоп-хоп. И вот мы ответили. Наш сайт ему ответил. Можете нажать его. Также мы скачали приложение JivaSite. Вот у нас на рабочем столе. Можем просто включить его. И здесь уже администрировать. Вот написано, что у нас есть сообщение. Вот нам Кунгур один написал. Можем с ним общаться. Вот чат. Вот общаемся. Что хотим, то и делаем. Тык-тык-тык-тык-тык. Отправили. То есть все легко и просто. Представьтесь в чате, но мы представляться не хотим. Можно проигнорировать. Ответ. Хоп-хоп-хоп. Он быстрый ответ. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. То есть даже это мы сами себе пишем, но он-то нас воспринимает как чужого. И вот только мы отвечаем как вот наш сайт. То есть это понятно. То есть устанавливайте. Все очень просто и интересно. И всем пока.